А это что, у меня пион? Такой прикол. Вы офигенно. Я офигенно. Я вообще офигенно так... Привет, ребята, опять. Меня по-прежнему зовут Дарья. Сегодня месяц, апрель прошел, а это значит, что это новые моменты жизни. Все знают, что всех посадили до 30-го числа на карантин. Мы все сидели дома, естественно, поэтому эти моменты жизни будут полностью сняты из дома. Много что произошло, хотя мы все сидим дома. Например, мое день рождения как раз таки. Ну а также, например, из этого видео ты узнаешь, откуда у меня вот такая кофта. Поэтому садись поудобнее, берите что-нибудь там похрумчать, пожевать и погнали смотреть моменты жизни за апрель. Моменты жизни. На самом деле моментов было намного больше, просто я некоторые, походу, удалила своего телефона случайно, в том числе там был день рождения нашей Марии Петровны, который был, между прочим, 4 апреля. Вот так вот. Короче, стою, я наблюдаю за погодой, типа все прекрасно, все хорошо. И я его, кстати, не сразу заметила даже. Да? Я сначала так, типа, смотрю, такая. Я, типа, поворачиваю угол и смотрю, мужик сидит. Такой весенний запах! Мало того, что у нас теперь такая летняя терраса, а теперь это Юлин офис. Мало того, что терраса, офис, тут еще и животинки улетают. Вот тут вот обычно едят наши голуби, наш прикорм на черные времена. И прикол в том, что у них вот эти вот две штуки были, как бы по цвету у арендодателей, да? Ну вот тут вот у них кормушка, а там поилка, потому что вода всегда там собирается. В общем, у нас тут есть, слушай, это реально, вот тут вот, прям вот тут вот сухо, это прям кормежка. А это вот поилка. Даже я это уже летом проделала. Я еще раз напомню. Это нашим ребяткам голубинам, это на десертик. Потом, у нас есть еще обед, основное блюдо. Это сухари, которые мы не успели вовремя посушить и съесть супом, потому что суп никто толком у нас не ест. Они это разгрызут? Да. Ну, если они, короче, это не разгрызут, это будет хлебное удобрение для наших будущих цветов, которые мы сюда посадим. А, кстати, мне мама так делала с хлебом. Да, а что, мне мама тоже делает хлебную закваску, но прикол в том, что воробьи, она же бродит вот это все, и воробьи это все клевали, потом они пьяные были, мама говорит мне. Ну, я была мелкая, я уж не помню. А вы, девочки, как проводите свой карантин? Еще есть на следующий раз. Все, оставайтесь с нами, смотрите дальше. Он один уже нацелился. Вон, смотри, сними его крупным планом. Он уже ждет. Я тебе покушать принесла. Я давным-давно планировала сделать переработанную бумагу. Что это такое? Это когда берут бумагу, любую бумагу. В моем случае это будет не перерабатываем. Такие вот штуки из-под яиц. Их нельзя уже переработать, но можно сделать переработанную бумагу. Как эта штука работает? То есть нам сейчас надо еще измельчить. Потом залить водой на сутки где-то. Ну, я по тиктоку рецепт тиктока говорю. Вот. Потом все перемешать. И формочку закатать. И, короче, у нас получится теперь переработанная бумага. Я не знаю, получится в принципе ли у нас такое. Но мы надеемся. В общем, мы долго опять, как всегда, что-то копили. Накопили. Сейчас пока хорошая погода. Чем можно заняться? Конечно же, погулять на нашей террасе. И заодно заняться измельчением вот этих вот поддонов. Ты посмотри, что. А где это? А вот. А что, как мне сидеть? Да блин, посидела хорошо, поставила таймлапс. Опять сломала стул. Так вы же сами заклеивали, нет? Это другой уже стул. Тот там, а тут этот другой. И не будет доброй реакции. Все, у нас месяц добрых реакций будет. Короче, немножечко АСМР, пока мы тут занимаемся чем-то. Саша, музыку включил, ничего не слышно. У нас тут АСМР. В общем, у нас сегодня рабочий день. Наши летние террасы подходят к концу, потому что у нас тут нет света. Мы непосильным трудом с Юлианой, но и Карауловой делали всю эту работу. Тупая шутка, она меня бесит. Тупая шутка, я ее еще раз сказала. В общем, мы натерли ее пальцы. Мы непосильным трудом и просмотрим Юрика, Кузьмы и Антона Власова обзоры на ТикТок. Собрали вот такую коробку. Сейчас надо какую-то миску будет найти большую, чтобы это залить водой. Чтобы она постояла раскисло. Завтра будем продолжать делать переработанные бумаги. Моменты жизни. В общем, у нас настал второй день нашего эксперимента сделать из вот этого, из этой макулатуры, которую мы вчера на Барсале водой залили, нормальную, красивую бумагу. В общем, для этого рецепта, который я посмотрела в ТикТоке, нужен был блендер. Я у Марии Петровны спросила. Говорю, Мария Петровна, у нас дома есть блендер? Она такая говорит, нет, у нас нет, но у нас есть, как это называется, миксер. Я достаю миксер и вижу вот эту насадку. Думаю, если есть насадка, значит, должен быть и блендер. Я обыскала всю кухню. Мы нашли эту штуку и оказалось, что это три в одном. Сам миксер, блендер и еще есть насадка для кофемолки. И сейчас мы проверим. Задача моя состоит в том, что из этой консистенции, в общем, нужно сделать другую консистенцию. Мы в этом проверим. Я не знаю, получится у нас или нет, но я думаю, что у нас получится. Боюсь, ссыкую пипер. Страшно мне самой, страшно. А рубрика, что же Дарья делает свои 21 лет на карантине, продолжается. В общем, я сейчас сделана миксером. Более-менее это стало единой непонятной субстанцией. Сейчас еще вот этой штукой пройдусь, да, чтобы, ну, прям, нормально была единая субстанция. Обалдеть, и Дарья объясняет. Еще такая подумала. Ну, смотрите, она сейчас выглядит не самым лучшим видом. То есть, вот так вот. Непонятно. Тоже так думаю. Поэтому я решила ее немножечко отбелить. По сусекам помелась. Вспомнила, что у меня же были акриловые краски. Нашла белые акриловые краски. Сейчас, я думаю, туда добавлю, чтобы было более-менее какого-то нормального цвета, чтобы потом покрасить. С девочками посвящалась. Они сказали, чтобы был такой вот красивый синеватый цвет. Я думаю, да, так и поступим. Если все круто получится, то круто получится. Я могу даже сделать отдельный ролик, если это действительно будет хорошая тема. Как из макулатуры сделать переработанную бумагу. Так, техника безопасности, ребят, прежде всего. Вот многие думают, Дарья такая интеллектуальная, профессиональная мадам, учит нас играть на укулеле. Что Дарья делает в свободное время? Конечно же, делает из макулатуры бумагу. Ну, и в итоге у меня пока получилось из коричневой массы синяя масса. Я не знаю, что пока с этого делать. Я думаю, сейчас пусть набухнет, настоится. Я сделаю рамку, через что я как раз это буду все процеживать. Ну, а я дальше продолжаю делать непонятную вещь. В общем, чтобы нам сделать рамку, понадобится сама рамка. Можно сделать 10 на 15, можно взять любую. В общем, что-то, чтобы вам было как сито. Вот, окей. У меня есть два варианта, как это сделать. Ну, помимо этой рамки, нам понадобится, конечно же, сетка, которую я взяла с балкона. Но ее нужно будет как-то прикрепить. У меня есть несколько вариантов. Я взяла степлер. Ну, а если не получится прикрепить ее степлером, то я возьму клей обувной. И так нафигарю? Я думаю, проканает. В общем, у меня вот такая вот ситочка получилась. Я думаю, что нормально, хорошо, ребята. Сейчас будем делать саму бумагу. Для следующего шага нам понадобится какая-нибудь ткань. Опять та же самая ситечка, которую мы сейчас сделали. Любая тряпка. Я учила тот факт, что я покрасила вот эту заготовку, что у меня аж окрасили все ногти. А у меня зато снимает разбой, между прочим. То я решила все-таки, пока не поздно, взять перчатку. Также нам понадобится сейчас какая-то емкость. Любая, но я взяла пластику, которую не жалко на всякий случай. Что я сейчас буду делать? Я налью чистой прозрачной колодезной воды. Вот это содержимое туда, ситочком вот так вот туда. Потом вот так вот. Этой тряпкой так. И все, заготовка у нас получится. Останется только, чтобы она высохла. И, в принципе, бумага должна быть готова. Я уже на балконе, на нашем, извини меня, офисе летнем, сделал вот такую мастерскую, продолжаю делать. Потому что очень много развела Маш. Очень много я вот эти штуки развела. Я думаю, на нескольких блокнотах хватит. Да не пахнет ничем, что ты все нюхаешь. На данный момент у меня получилось уже, наверное, около 25 вот таких вот листочков. Ну, там еще сушатся, посыхают. Они становятся, как я и планировала, светлыми. Вот, в общем, потом Мария Петровна красиво подрежет. И потом можно сделать целый блокнот. Между прочим, когда еще не было вот этого системы с карантина, мы ездили в «Спасибо» с Юлей. И там вот такие вот листочки продавали, извини меня, за 200 рублей. Один листочек? Да. Бизнес, ты знаешь, у нас тут миллионы в руках. Кому ты там продашь это? Скажи, пожалуйста. Тебя никто не спрашивал. Что это? Что? Это искусство. Че? Че ты ко мне пристав? Что это, по твоему мнению? Это открытку можно сделать. Можно сделать блокнот. Моменты в жизни. Подожди. Динь-динь! Динь-динь! Звонок! Ёль! Да. Поделись, поделись! Нет. Динь-динь-динь-динь. Почему все дри-динь-динь? Динь-да. Нет, какой... Звон колокольный. Да! 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 Итак, очередные. Опять он идет с глазами. Я отсюда. Тебя никто не знал. Это моя вечеринка. Это моя вечеринка. А что хочешь делать? Посадить цветы. Семена-то хоть взяла или они там остались? Нет, там остались. Ага. Показывай теперь, что будешь садить. Что купила? Садоводчица. Настурация махровая высокая лунный блеск. Опа! Георгина фигаро белая. Опа! Куда будешь пересаживать? Ну пока что вот сюда. У меня мама всегда тоже в таких контейнерах с подпорткой сидела. Так, обложи палочкой для суши. Что-то ножницами-то. Такая разница. Можно будет потом уже, когда бархат все высохнуть, собрать семена. И каждый год их сажать не покупаю. Что-то какие-то странные семена. Это все правильно, все настоящее. Это все. Все натуре. Что ты делаешь? Вырезаю. Ну, короче, братцы, вам придется обидеться за место в этой жизни, в этом мире. Поэтому, да, посадили вот такие вот интересные цветочки. Я не знаю, вырастет что-то или нет. Я ставлю... На кого ты ставишь ставки свои? На бархатцы. Ну, я тоже. Моменты жизни. Ой, ой, ой. Ты наше дизайнерское решение сегодня оценишь или нет? Сколебала. Какой, покажи. Ну, давай, все. С днём рождения, Даша. О, мой Бог, вот это свеча. Ну, да. Ура! Ура! А, в общем, я что-то так сказала. Сукуешь? Да. И правильно. Смотри, у тебя вот здесь вот это написано. Space Hunters. Знаешь, что это значит? Мы тебе дарим телескоп! Мы тебе реально дарим телескоп! А зачем мне? Нет, у нас было два варианта. Либо синтезатор, либо телескоп. Но мы думали, ты будешь трендить, и нам это будет вредно. Быть реальной Space Hunters. Я сначала хотела тебе совсем другое подарить. Синтезатор? Нет. Нет, набор посуды с НКП. Герамически. Чего? Набор посуды с НКП. А еще мы можем смотреть за соседями. Понимаешь? Мы можем... А, так до меня сейчас только что дошло. Ты как в друзьях. Да, я тебе об этом говорю. Блин, тогда круто. До меня сейчас дошло. Круто же, скажи. А, вот так круто. Это бандана. А где ты нашла бандану? Скажу. Блин. Да, о, блин. Я буду сейчас крутой. Блин, я так хотела бандана. Можа! Ваши впечатления о подарке? Это мне прям вообще нравится. Мне нравятся банданы. Короче, рассказываю историю там. Чтобы вы понимали, почему у меня сразу была такая реакция. Ярослав одно время очень сильно хотел колонку. Он говорил, Саша, подри мне, пожалуйста, колонку. Я хочу, ну, типа, блин, пожалуйста, типа, подри мне колонку. Саша такой, хорошо. И подарил ему ручку, типа, вот эту же, есть 3D? Третья ручка, да, я помню. И все. И Ярик такой... Моменты жизни. Тихо, внезапную историю тайм, быстренько, ага. Вчера я с Лилой разговариваю. Она говорит, вот, ну, эти, добавляют же в беседу очень много народу, типа. Она говорит, что-то добавили тоже в беседу, смотрят, друзей там нет, видят, Даша есть, ты. Ага, я. И, типа, все выходят из беседы, никто ничего не делает. И Даша скидывает ссылку на ссылку. Она говорит, я вам подписываю, че. Да, я всегда так делаю. А вас не бесит тогда, что ли, добавляют? Мне добавляют, я сразу ухожу. А я кидаю ссылку, чтобы знали, да. Мы реально кидаем ссылку в какую-то группу. Давай расскажу нормально. В общем, не знаю, как вас, у меня постоянно добавляют какие-то беседы, в которых я не знаю этих людей. Я не знаю, кто эти люди. У меня их нет в друзьях, они у меня тупо добавляют беседы. Ну, естественно, там очень много хорошего активного потока. Все же, как бы, выходят-выходят, а я, че, тупая, просто взять и выйти. Я всегда кидаю ссылку на свой канал, чтобы пусть посмотрят. А я, че, потратила свое время на них. Нажала кнопочку «Отписаться» и все, я отписываюсь. Я могу вот так, вау, вот так, вау, вот так, вау, вот так могу. В общем, сегодня такая потрясающая погода за окном, что мы решили что-то сделать. Ребята смотрят себе iPad. Я, наконец-таки, созрела сделать тай-дайную толстовку. Короче, у меня есть такая старенькая толстовка, которую я запачкала чаем, то есть пятнами, но она очень прикольная. Сейчас я решила сделать себе тай-дайный свитшот. Мне понадобится, собственно, наш свитшот, средство защиты. Тибилизна против вирусов. Это очень важно. Да, но против всего. Да, против всех. Это хлорка против всей жизни. Хлорка против всех. Сейчас же она обеспечится. В этом весь прикол. Сейчас, пойдем на балкон, чтобы не воняло. Тут все-таки химия, мы с химией работаем. Заходим в нашу летнюю террасу, которая из-за карантина стала пылесборником и хламосборником. У тебя еще нет резиночек? Нет. У меня есть две резинки. Какие? Из денежных резинок, есть только резинки. Погнали, давай-давай, вперед, вперед, вперед. Берем наш свитшот, который мы запачкали, да, наверное, давно, но до сих пор его хотим носить. Вот так вот его что-то там скручиваем. Вот и я видела, это в тикторе. Я прям розочку делаю. А это что, у меня пен? Угу, розочка у нас превратилась в гладиолус. С помощью Марии Петровны мы сделали вот такое чудо-сооружение. И, внимание, ребята делают, профессионалы, пожалуйста, не делайте этого одиночного. Это предупреждение опасное. А денджерс опасность. Готово? Внимание, сейчас крупным кадром. А это долго держать нам? Минут 30. Я уже вижу реакцию, ребят, посмотрите. Видишь? Фу, ерунда. Но ты не нюхай, смотри. И сейчас нам нужно подождать 30 минут и посмотрим, что из этого выйдет. В общем, момент истины. Сейчас я постирала. Я, честно, не смотрела, что там получилось, но я видела краем глаза, что прям что-то побелело прям вот кусочками, как я хотела. Я ее достану, и мы красиво на свету посмотрим все. Блин, прикольно. Блин, реально очень круто. Она стала сейчас не розового цвета, а персикового, и она побелела. Она прям реально стала белой. Я не думала, что она станет белой, я думала, она будет розовым. Блин, нет, вот это очень круто. Сайты покажи. Прикол. Нет, серьезно, очень круто. Лайфхаки из ТикТока. Я одобряю. Короче, рассказывай историю. Маша хотела себе купить айпад. Ну, точно. Сейчас ничего сказать, видишь, клубаншета, но я захотела айпад и Саша. А самовывозом у вас... Тоже загорелся еще звонить чему-кому какому-то советую купать айпад. На ветеранах, да? Че он сказал? Че он сказал? Он сказал, он работает. Уже хорошо. Я такой, тача, иди, работаю. Такой, че? Может быть, тачпад? Я такой, ну да. Так я же тебе говорил тачпад, а то мне говоришь, тача. Я говорю, зарядка. Ну да. Ну, то есть он рабочий? Да. Кто мне говорил, что я яблочный Саша раб? Нафига тебе это яблочные продукты, сам хочет себе купить айпад? Пометку, типа, ты ставишь подпись и деньги отправишь. Ты сразу, типа, у тебя сша деньги резервирует, но не отправляет продавку. Я сколько лет могу, я не могу. Пока ты не получишь это. Но Саша, я думаю, точно. Да. Ну, естественно. Я тоже хочу. Маша башку немножко думает. В смысле думает? Знаешь, в чем прикол? Я бы сейчас два косаря потратил на компрессор, который мне должны были бы завтра привезти. А тут будешь с айфоном рыбки, а на айфон подышат айфоном рыбки, да? Да. У них кислорода не хватает, они подышат айфон. А я буду ее в трубочку дуть. Может, еще больше всех кричал? Apple! Да, он говорил, ой, айфоны, твои айпады! Сам так вот так. По итогу у нас Александра купил себе айпад. Извини, я тебе даже не скажу, что этот айпад был ужин, да. А когда мы его назначим? Завтра утром? То, что он приедет ко мне и доставит мой товар? Как я должна быть уверена? Завтра будет назначен курьер. Как только курьер будет назначен, вам придет смс-сообщение. В общем, я решила себе сделать подарок на день рождения и купить себе кольцо. Я долго думала о нем. Мы еще, когда все было открыто, ходили с Юлей покупать тоже украшения. Я увидела это кольцо и думала, блин, и хочется и колется. Думаю, ладно, себе я подарю на день рождения. Я его, короче, заказала 19-го числа, мне должны были его доставить 22-го. И потом мне присылается оповещение, что, типа, вам доставить DPD. А я смотрела видео Эвелинушки, где она рассказывала про эту доставку DPD и как они людей нагинают. С 22-го числа, напоминаю, дата съемки сегодня 25-ая, они мне все якобы доставляют. Мне каждый раз вот тут дата доставки изменяется автоматически. То есть они мне были доставить 22-го, потом 23-го. И прикол в том, что эта дата доставки автоматически всегда делается. То есть 23-го, 24-го, потом 25-го. Она мне сейчас говорит, я позвонила на эту линию, говорит, 26-го мы доставим. А какова вероятность того, что они мне доставят завтра? Так знаете, в общем, я потом почитала отзывы. Люди действительно... Хорошо, что я ведь еще не оплатила заказ. Там не было возможности оплатить. Типа, оплачиваешь курьеру. А если бы я вот оплатила и все? А я читала по отзывам, люди там покупали на несколько тысяч кроссовки оригинальные, матрас женщина одна купила. И до сих пор не доставили, сколько времени уже прошло. Они себя позиционируют как экспресс-доставка. Экспресс это что значит? Быстрая доставка. Я не понимаю. Да, все, знаете, я понимаю вас прекрасно, вы там разбираетесь пока 26-го, я буду вас ждать, естественно, но скорее всего я не дождусь. Тогда я буду жаловаться, знаете, в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по городу Санкт-Петербургу на вашу безответственную просто работу. Скажите, а чья это проблема, что вы не справляетесь со своей работой? Моя? Уже столько дней прошло, вы мне все доставляете. Вы что ее так долго готовите? Вы что, и санобработкой обрабатываете? Или что вы с ней делаете? Объясните мне. Пожалуйста, оцените работу специально. Если я уже не спрошу, нажмите 2. Если нет, нажмите 1. 1. Вы делаете нас лучше. Куда еще лучше? Так они знаете, что делают? Короче, они мне позвонили 22-го числа и такие, типа, робот что-то говорит, ну там ля-ля-ля, пум-пум-пум, и все, и скинули. И потом мне санлати, и санлати мне пишут, что якобы я изменила дату достав. Хотя я не меняла ничего. Я в шоке, и я просто не понимаю. Раньше ребята были тоже блогерами и делали какие-то новостные, собственно, видосики. Это они. Между прочим, я им помогала снимать, давала оправдываться. Зачем я это делала, я не знаю. Юль, как ты можешь это прокомментировать? Юль, как позор. 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 Первый шоу у нас и продолжается на этот раз. Впервые попробую сделать в своей жизни за 21 год, между прочим, уже дай 21, стукнула пирожки с картошкой. Я сегодня реально впервые в жизни сделала пюре. Вот от начала до конца. Я люблю чистить картошку, но пюре обычно у меня дело не доходило. Обычно мама все делала. А мама рядом нет, мама, привет. Я на самом деле, знаешь, че я придумала, тебе помогу картошку, просто почищу иду. А ты такая, ой, мы сейчас это сделаем, то-сё. Я такая, блин, походу, просто сделала мужские подружки. А тут должна была быть шутка, что я бы перед катанием сняла бы два кольца, но так как Дипиди мне не достали бы вовремя, 100 рублей на счет не положили, очень странно. Картошка, ложка, немножко, крошка. Че ты, Юля, я вот ссыкую, я всегда буду что-то испортить. Он похож на гребешок, он панк. Ты левша, я правша. Харанисостный. Нет, ты делай шахматный порядок. Я не умею, девочки, играть в шахматы. Ну, ёлла-пала, какая красота. У меня все получится, я девочка сообразительная, так-то. Мне мама всегда такой говорит. Моменты жизни. В общем, дорогие мои друзья, товарищи, сегодня 26 число, время у нас 3, ну, в принципе, ну, ладно, для Дипиди, мне кажется, простительная 2 часа разница, конечно, я просила до обеда. Мне сказали, что меня повестит курьер, в итоге я ждала-ждала, пошла мать голову, он мне не оповестил и звонок в дверь. Ради чего мы сейчас собрались? Открываем. Ну, наконец-то, Господний Иисус. Широки трясутся. Конечно. А все, а все. Ну, короче, они мне прислали вот-вот так вот. Давай мы все-таки узнаем, что тут реально было написано «Head at Soul». В общем, когда мы искали кольцо, там было показано, тут длинная надпись, и там не до конца, в общем, показывали, что написано. Мне пришлось гуглить. У меня были предположения, оказалось, это действительно вот то, что мы предполагали. Короче, до меня сейчас дошло, оно уже такое широкое, типа, как из вас клинка, лезь типа «Моя прелесть». Человека семь лет образования еще при этом. Учитель музыки отучилась, вот. Ди, давай, это где-то я. Куда делать-то? Ты где? Ох, этот взгляд композитора. И сколько-сколько ты мне дашь? Ты это видела? Я офигенно, Юля, посмотри. Вы офигенно. Я офигенно. Я вообще офигенно, так. Попадание по нотам 100% не зря ходила газельная иловне. Ну, если тебе понравился этот видос, то можешь поставить свой лайк. Также не забудь написать какие-нибудь добрые душевные комментарии. Может какую-то рубрику добавить, может что-то модернизировать. В общем, весь фидбэк, пожалуйста, напиши. Ну, у меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...